Казахстанская Медиа Академия Казахстанская Медиа Академия Клип Сакта был интересным тем, что было записано две версии на разных языках, русском и казахском. Имена и Сакта – это наша первая работа, можно сказать, визитная карточка, с которой мы начали наш путь в Азаби. И почему мы сняли на двух языках? Просто был эксперимент попробовать, почему нет. Смотри. Изначально трек был чисто на русском языке. Потом мне настолько понравилась мелодия, что я решил сделать на казахском. И я считаю, правильно поступил, потому что в казахской версии она даже лучше звучит, не интереснее. Потому что в русскоязычной версии там есть какие-то в припевах, в куплетах какие-то есть рифмы. Они уже достаточно, ну не то чтобы избитые, они уже в каком-то плане тривиальные. Они не так интересно ложатся на слух. А в казахской версии парень из Чемкента у нас есть, у меня текстовик. Вот, он прописал прям очень душевные у меня там получились панчи. И интересно, они так избиты получились. Песня получилась настолько хорошей, что сразу было решено снять клип. Ну, это одна из самых душевных песен в нашем репертуаре. Там, это как бы негалимая слюнявая лирика, где ты поешь о том, как ты страдаешь по девушке, или девушка страдает по тебе. Там чуть глубже копнули по смыслу. Просто каждый описал, ну как бы не то чтобы каждый описал, а девушка вроде как поет о своем, а парень вроде как поет о своем, но все в итоге поют об общем. Как бы интересно было. Во время этих съемок были некоторые сложности. Санец группы Валерий Задарновский также является клипмейкером. А ведь нелегко занимать две должности. Вообще сложно. Это еще и с метисами я понял, что это будет очень сложно. Когда ты сам и поешь, и в тот же момент ты должен петь в камеру, работать, да? Работаешь, работаешь, работаешь. А потом так и пошел за кадр, посмотрел кадр, вернулся и дальше начал работать. Потому что был курьез такой, когда мы снимали. Все, мы выставили. Все хорошо. И стоим, естественно, я говорю, все, камера, мотор, поехали. Кричу, начали, ничего не происходит. Холодно еще. В Самале снимали. Я замерз. И снова ору. Начали. Начали, начали, ничего не происходит. В итоге Макс развернулся в мою сторону. Хорош мне в ухо орать. Че начали? Говорит, сядь в кадр. А у меня настолько это переклинило, что команда начали, должен появиться герой. И должно начать происходить какое-то действие. И я кричу, от этого еще больше завожусь, потому что героя нет. И настолько тупнякно из-за холода, из-за того, что долго снимаем уже. Настолько тупанул, что героем-то должен быть я, по идее, в кадре. То есть такой у меня курьез был. И он до сих пор случается, когда ты снимаешь себе клипы. Кроме этого, на съемках сильно пострадал реквизит, который стоил недешево. С октавой у меня был случай, когда манекены сожгли. Это дорогая достаточно штука, но при том, что снимаешь все в ужатые сроки, в ужатые бюджеты сам. Как бы каждую копейку из твоего кармана ты все это считаешь. И когда у тебя летит реквизит, а ты так долго готовишь, это неприятно. Когда у нас манекены горели, и ты потом понимаешь, у тебя все снято в слоумо, все произошло очень быстро, перед тобой манекен вспыхнул, как спичка. Он загорелся, зажегся и как бенгальский огонь на глазах растаял. Ты думаешь, вот, все было, классно, все снято. Тем более, это финальный кадр съемочного дня. Идешь к плейбэку, подходишь, смотришь и понимаешь, что эти кадры не войдут в клип, потому что не то получилось, то, что ты хотел. Вот это грустно, когда ты понимаешь, что у тебя еще один будет съемочный день. Это еще затраты, это еще надо ехать, покупать этого манекена, одевать его в ту же одежду, чтобы потом его сжечь. Возможно, на другой локации, но ты в итоге это будешь потом делать. Также в процессе для эффектных кадров поджигали различные предметы, и у многих участников съемочной команды остались небольшие следы после такой работы. Когда мы жили реквизит всякие, там, кассеты, пластинки, детали, у всех под утро были, ну, все вот, кто присутствовал на съемках, я, Даник, Аскарик, мы все под утро были депилированы. У нас такая была огненная депиляция. Это было лето, кто-то в шортах, ну, в футболках, в шортах, и мы все были от этого кастрата, что он вспыхивал моментально, не успеваешься. У нас были депилированы ресницы, волосы на руках, на ногах, ну, какие были гладкие ребята по-сему. Но, несмотря на эти небольшие сложности, клип «Сокта» понравился абсолютно всем зрителям. Понятно, что нет никакого SMM-продвижения, нет каких-то там специальных средств, чтобы все это двигать. Потом мы не совсем формат для отечественного рынка, да. Все это можно было делать за счет SMM-продвижения, да, то есть чтобы как можно больше аудиторию охватить. Для этого нужна команда, для этого нужны инвестиции, вливания и так далее. Настолько пока не хочется заморачиваться, поэтому те отзывы, которые есть, их достаточно. В основном положительные отзывы людям нравятся. Люди видят, что сделано все от души, что все сделано честно, и поэтому от этой песни очень много отзывов. Резонанс хороший был. Валерий Задарновский, как успешный режиссер и талантливый исполнитель, всегда выдают прекрасные работы. Легче оцениваю работу над первым клипом группы «Басаби». Сокта! Ты помнишь руку помощи, когда ты тонешь? Кому звонишь, когда ты плачешь? С тридцать семь и восемь на кровати. Кто в тайне? Твой кумир. Кто дает тебе сил? Он за твоим плечом, с ним в холод горячо. Он с тобой днем и ночью. Сердце навсегда запомнит Имена людей, имена людей, Кто делает нас лучше. Сердце навсегда запомнит Имена людей, имена людей, Кто делает нас лучше. Над городом смог, под ногами мокрый снег. Слог за слогом слова, строки лягут в куплет. И мне бы все успеть в этот суетливый век. Время ускоряет ход, годы подгоняет всех. Семь-два-семь, здесь эти с кем? Столько лет вместе я каждый день помню. Помню эти времена, лица и кто именно. Приступы депрессий, был моей опорой, я помню. Были на пути и те, кто набивался в братья. Но этим цевдо-братьям хотелось только брать свое. Эти тролли рвались в бой, но лишь за моей спиной. Блеф, фарс, вот их роль, много слов, но выхлопной. И я не бежал от этих проблем и правды пройденных дней. Но все же держал этих людей подальше от своих идей. Так много имен, слов, знаков, снов и путей. И вот сейчас со мной лишь те, в ком я уверен, уверен теперь. Ко свете навсегда запомнит имена людей, Имена людей, имена людей, кто делает нас лучше. Когда тяжело дышать, когда хочется кричать. Когда забрала печаль, когда забрала печаль, и молчит фимита. Когда нечего решать, куда следующий шаг. Есть те, кто разрушает стену из границ. Ко свете навсегда запомнит имена людей, Имена людей, кто делает нас лучше. 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 Мэкстейч рассказывает вам, что это создание уникальных клипов. Узнавайте и любите казахстанскую музыку. А с вами была я, Граждана Вальгиза. До скорых встреч.